30 минут о стильном и красивом добром и волшебном что обычно происходит в канун нового года это beauty time на 31 всем здравствуйте и пусть многие новогодние мероприятия в этом году будут проходить в особом формате подготовка главному празднику года идет своим чередом так недавно в нашем городе состоялся бьюти девичник куда пришли девушки неравнодушные к собственной внешности а также озадаченные поиском подарков для своих близких как прошла эта милая встреча смотрите прямо сейчас с наступлением декабря в воздухе всегда возникает ощущение новогоднего чуда участницы проекта модель x погрузились в эту атмосферу в рамках бьюти девичника где открылись все секреты красоты если разрушен липидный слой кожи то это в принципе сразу бросается в глаза как правило это бледная кожа она достаточно рыхлая она с морщинками она сухая что разрушает этот липидный слой кожи самое первое это мыло который многие любят умываться солярий мыло горячая вода потом не надо до сумасшествия вот так вот натирать себя полотенцем то есть этим самым кожа испытывает стресс вы ее травмирует девушки смогли освежить знания по уходу за кожей лица и узнали об инновациях в косметологии это космоцевтика то есть это косметика плюс фармацевтика а задача была изменить слой эпидермиса то есть эпидермис все знают да что это верхний слой сделать это возможно только собственно говоря с помощью лекарственных каких-то средств потому что тоже там акне дерматиты они не лечатся в общем то с косметикой так будем говорить тут обязательно нужно подключать какие-то лечебные средства вот эту задачу как бы они воплощали так сказать в жизнь ольга рассказывала о новом поступлении из кореи о новых направлениях в косметологии я решила попробовать я хочу сказать что вот эти крема мне очень понравились по своей консистенции по своей пластичности потому как они наносятся по дизайну но для меня это открытие это это что-то новое косметологии которое я еще не пробовала хотелось практически каждую новинку о которой сегодня рассказывала геннадьевна это уходовая косметика косметика для увлажнения для сохранения молодости красоты и она гипоаллергенная будем пробовать но как бы с корейской косметикой я давно уже познакомилась я пользовалась шампунями корейскими патчи для глаз использовала крема увлажняющие там всевозможные гели ну такую как бы вот самую распространенную косметику конечно хотелось бы еще такую более глобальную на основе что-то ботокса такое чтобы как бы омолаживаться немножко очень влюбила потому что корейцы они изначально и для российских женщин подбирают косметику то есть она нам очень подходит и действительно это так и она работает ну вот я покупаю и очень нравится я познакомилась корейской косметикой буквально год назад до этого абсолютно не знала ничего про данные производителя и ольга очень интересно достаточно рассказывает честно говоря вру влюбилась средства сыворотки корейские покупая себе дочери в качестве идеи подарков для родных и близких девушкам предложили бьюти боксы которые можно собрать зависимости от возраста состояния кожи и структуры волос в комплектах помимо популярных средств сувениры чаи и праздничные свечи символ года занял самое почетное место на полках у нас есть специальный наполнитель который мы сюда укладываем и все да и дальше он берет уже то что ему нравится вот это гель например для душа да вот можно там положить но не в эту коробку например положить шампанское это тоже гель можно положить там допустим масочку можно положить какой-нибудь вот такой вот прикольных брелочек бомбочка вот такая с новым годом то есть вы можете спокойно собрать собственный подарок узнали некоторые идеи новогодних подарков которые можно сделать в одном месте и для всей семьи в том числе и для детей здесь есть как готовые уже комплекты подарков которые сформированные сотрудниками магазина так и можно подобрать на свой вкус вы можете взять пакет и спокойно пойти допустим вот мы взяли к примеру с коллагеном серию вот это будет сыворотка с коллагеном для глаз дальше мы допустим взяли тонер тонер для лица вот тоже с коллагеном и еще например мы взяли сыворотку и у нас получилась целая серия здесь можно не только для себя можно и для ребенка и для мужа и для подруги очень большой ассортимент маски тканевые это самый популярный подарок на новый год вот видите тоже оля коровка такие вот сделаны кислородная маска очищающая маска питательная тканевая маска да опять же самый популярный подарок вот если вы возьмете например раз два три 4 5 6 7 у вас будет 7 масок на каждый день недели ну я считаю что это обязательно нужно зайти и не долго думая можно выбрать любой подарок на любой возраст пожалуй самым трогательным моментом этой встречи стало появление деда мороза и снегурочки хоровод игра снежки и стихотворение возле елки традиционные на волшебные ритуалы именно такого простого счастья не хватало нашим героиням после этого нелегкого года новогоднее настроение появилось только сегодня потому что учитывая обстановку и то что у нас на работе отменился праздник сегодня просто можно сказать у нас новый год поэтому сегодня не могла не пропустить эту вечеринку настолько все интересно познавательно вечер прекрасный поднимает настроение перед новым годом добавилось очень позитива спасибо организатором ольги ждем ждем новый год ждем изменения ситуации не только в стране но и в личной жизни очень веселый вечер позитивная обстановка домашняя веселая сеть магазинов корейской косметики тони молли поздравляет с новым годом и рождеством и объявляет розыгрыш вы совершаете покупку на 1000 рублей заполняете вот здесь фамилию имя отчества телефон чек прикрепляют к этому билетику и он участвовать будет в розыгрыше розыгрыш пройдет 15 января результаты мы опубликуем на во всех наших соцсетях и также на сайте 74 ru на красный 69 уже стоит один из призов это телевизор вот такую 32 дюйма вот он уже перевязанный красивый такой ленточкой еще помимо этого телевизора мы разыгрываем смартфон и наушники магазины сети корейской косметики тони молли расположены по адресам улица красная 69 торговый комплекс космос трк фокус трк фиеста и трк радуга вы смотрите beauty time и прямо сейчас свежий выпуск инста чек проекта посвященного раскрутки инстаграм аккаунтов сегодня говорим об охватах почему они падают и что нужно сделать чтобы они залетели вот все это инстаграм все время топит знаете почему саши падают охваты а не нужно завести инстаграм хорошо я девочки это капец меня чуть не совровали и я такая ночью прикольно господи как меня можно слушать по большей степени это слив денег ты кого-то все не нужны мы шоу-роме известного российского бренда встречаемся здесь с автором этих коллекций а также с известным визажистом говорить будем не столько о моде сколько о том как представлять ее в своих аккаунтах это инстачек поехали я любила краситься и поняла что творчество она в принципе это моем и в 2018 году я прошла сразу за один год три обучения индивидуальных и стала визажистом я как порядочный человек прежде чем что-то сделать я сначала этому научилась то есть я пошла в институт получила третье высшее образование я профессиональный модельер конструктор поэтому все лекала в своем бренде строю я сама некоторые девочки как думают что ты отучился на визажиста и сразу тебя толпа клиентов ты всех красишь ты миллионер нет к сожалению это не так вообще молодому бренду дизайнерскому местному локальному очень непросто продвигаться на рынке очень непросто воевать с масс-маркетом первое время я просто арендовала студию и красила модели дизайнерский бренд он характеризуется во первых днк бренда то есть теми особенностями по которым ты всегда поздай опознаешь вещь этого бренда то есть ну если поговорить про наку то это обязательно геометрия то есть это какой-то архитектурный крой углы треугольники ох инстаграм и я это вообще отдельная тема когда я тучилась на визажиста я вообще не знал что такое инстаграм мне сказали что вот аня нужно завести инстаграм я хорошо я сначала завела была сначала там я инстаграм для меня я его в принципе для себя открыла только для того чтобы зарегистрировать в нем на оку моя личная страничка появилась там значительно позднее такое чувство было что мне вообще не видят люди я даже делала опрос среди своих подписчиков девчонки вы меня вообще видите я появляюсь в ваших сториз что ему надо я не знаю там инстаграма вот сейчас будем разбираться есть такие трудности определенные с которыми я не справляюсь я туда и руки профессионалу то есть не зря человек обучает определенной профессии я даю право владеть была девочка-таргетолог которая на самом начальном этапе становления найки я попросила ее настроить мне целевая аудитория я такой человек привержен что пока стараюсь сама то что настраивала я у меня скажем так не очень эффективно работает эта реклама по большей степени это слив денег у нас в обеих дабы запрос про охваты как держать охваты да то есть вы должны просить чтобы вас отмечали вы своих клиентов отмечаете соответственно они делают репост и вас уже видит больше народ каким еще можно держать способом охвата соответственно это реклама правильно настроенная реклама на правильную аудиторию дает хороший охват показы и узнаваемости вашего бренда охваты тоже очень хорошо держит правильно поставленные теги под постом вы ставите определенное количество не по вашей тематике да то есть вы хотите же привлечь больше народу из разных сфер примеру вот у визажиста какие могут быть теги фотосессия цветы до ресницы парикмахер гелилак одежда челябинск волосы челябинск кератин ботокс то есть все где обитает женская аудитория в принципе также как и ваша есть такая программа в которую вы выбиваете свой основной тег он вам выдает по коже выдает количество просмотров количество переходов и здесь вы уже выбираете блоки и выставляете их правильно меня от тегов как минимум три и выше тысячи просмотров кстати напоминаю от публикации публикации теги необходимо менять система не одобряет когда постоянно копируются одни и те же теги в случае одежды да так как вы работаете по всей россии вы можете искать в любом из городов тех же самых блогеров даже не просто блогеров по людей у которых есть ваша аудитория вашу аудиторию как можно посмотреть вы заходите на страничку смотрите где живет куда ходит какие места посещает какие комментарии пишут если вы видите что да действительно это подходит вам вы отправляете запрос и т.з. обязательно тех задания вы обязательно пишите с тебя пост истории к примеру я тебе отправила столько с тебя понедельник и через две недели в понедельник опять ты мне должна выложить должна быть регулярность у вас у визажистов да соответственно все смотрят на клиент то есть клиент ваше лицо чем больше вы также будете дарить каких-то подарков своим клиенткам которые могут передарить их своей подруге то есть таким способом можно нарастить свою базу на таргете таргетированной рекламе остановимся подробнее вот парочка рекомендаций по ее настройки по таргету когда мы выставляем аудиторию на которую мы запускаем рекламу мы с вами берем в расчет мужчин так как у вас есть подарочные сертификаты а у нас такая очень частая проблема что подарить своей жене подруге девушки поэтому когда вы настраивать таргетированную рекламу не забывайте делать упор на мужчин тоже даже в мужских сферах мы выставляем рекламу на женщин для того чтобы им облегчить поиск подарка также своему мужу хорошо по женщинам более-менее можно определиться кто моя целевая аудитория тут еще и мужчин подключать каким образом тогда их же тоже надо через интересы до отфильтровать ты когда выставляешь настройки рекламы ты выбираешь определенный интерес то есть ну к примеру общий какой у нас будет интерес покупки ты прям ставишь фотографию сертификата три фото в карусель чтобы это все отработало хорошо чтоб тебя максимум охватила и уже выставляешь когда начинают облистать вашу карусель и просматривать фотографии инстаграм это тоже считает когда охваты да соответственно то есть у тебя добавлено не 10 фотографий 10 никто не долистает 3 4 5 фотографий максимум и так мы определили четыре способа которые позволяют поднять охваты а первое это правильно выставленные теги второе это отметки в ленте и stories третье это правильное техзадание в блогерской рекламе а также таргетированная реклама опять же настроенная правильно если еще остались вопросы по продвижению и раскрутки инстаграм пишите нам это инстачек участницы проекта модель x который в течение двух с половиной месяцев изучали моду и стиль вышли на финишную прямую финальные два практических занятия были посвящены высокому шитью и искусству выбора аксессуаров сейчас обо всем расскажем по порядку портные больше 20 лет в профессии конструкторы больше 30 лет в профессии кажется ну что такого валеный трикотаж но он здесь с люрексной ниткой что вы будете делать с этой вещью давать химчистку и стирать все продумано до деталей не хочу несмотря на то что дефицита одежды в наше время не наблюдается ее сегодня можно найти и в магазинах и заказать в интернете почти из любой точки мира тем не менее формат отелье не теряет своей популярности а все потому что индивидуальный заказ был есть и будет признаком высокого статуса в рамках очередной модной практики участницы проекта модель x знакомятся с образцами высокого шитья изделиями в создании которых много ручной работы дизайнерских идей и конструкторской мысли тогда когда я создавала предприятие я была уверена что это нужно моя бабушка шила в войну может быть это были какие-то небольшие вещи а может быть это были вещи необходимые но тем не менее они должны были быть еще и красивыми а у моей бабушки был папа который до революции был очень знаменитым портным нашим нашей области в челябинской это был самый дорогой портной почему необходимо этот пункт было внести в нашу образовательную программу потому что на опыте в магазинах масс-маркета мы поняли что мы не всех участниц проекта могли одеть в одежду рассчитанную на некие стандарты не стандартная фигура ростовка и я в свое время много шила пыталась шить много было неудачных попыток и я оставил эту попытку сшить что-то красивое и по фигуре потому что не получилось и я не думаю что уровень сервиса в индивидуальном пошиве достиг таких высот что это практически получается брендовые вещи которые идеально подходят и по фигуре кто-то из участниц сегодня развивает сложившиеся стереотипы о советских ателье кто-то в принципе знакомится с концепцией индивидуального заказа а мы с организаторами в свою очередь сформулировали пять причин пять ситуаций и поводов для обращения к такому формату сотрудничества в каких случаях вообще целесообразно и рационально обращаться в ателье первый как мы уже сказали это нестандартная фигура женщины с плавными формами женщины маленького роста или наоборот высокого роста с трудом могут подобрать себе одежду готовую вторая причина если вам предстоит какое-то важное знаковое событие вашей жизни свадьба награждение а в приглашении написан указан определенный дресс-код и вы не сильны в этой тематике то следует обратиться к специалистам которые создадут костюм уместный к данному событию частый случай такой что у женщины вещей в гардеробе много она их никак не может скомплектовать в интересные современные и актуальные комплекты обычно всего чего-то не хватает иногда женщина покупает кофточку какую-нибудь а потом я подумаю с чем я ее буду носить и так эти вещи лежат мертвым грузом специалист дизайнер в ателье конечно может из этих разрозненных вещей создать капсулы с тем чтобы ни одна трудовая копеечка не была потрачена зря чтобы вы все-таки эту одежду носили четвертая причина очень нравится одежда дорогих дизайнеров мы ходим смотрим на витрины если вы хотите получить в своем гардеробе достойную реплику известного бренда в достойном исполнении в подходящем для вас исполнении в нужном цвете и с теми самыми пресловутыми перламутровыми пуговками то есть смысл обратиться конечно в ателье есть еще одна причина пожалуй самая интересная самая такая не банальная причина это элемент творчество то есть вы можете внести в свою повседневную жизнь который мало интересных красок особенно сейчас в эпоху пандемии когда хочется какой-то позитивной повестки дня и хочется украсить и раскрасить эту серую жизнь какими-то красивыми красками есть смысл обратиться в ателье найти своего дизайнера с кем вы вместе будете решать задачу по созданию интересного авторского гардероба и вы наравне с этим дизайнером будете вкладывать свои идеи свои мысли в это произведение не побоюсь этого слова искусства но дизайнер это будет делать профессиональные выпад его чутким руководством он будет руководить вами и вы будете свои фантазии воплощать в жизнь и радоваться потом не один сезон этой отечке работают художники художники модельеры и создают вместе с тем человеком которому интересно себя каким-то образом изменить а каким образом изменить это он сам уже решает вместе с художником это захватывающе это интересно это любопытно и тогда когда я создавала предприятие я была уверена что это нужно и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Украшения, как бы это ни казалось странным, они не только для того, чтобы украшать. Они говорят о вкусе, характере, настроении, выражают статус и индивидуальность. Несколько простых правил выбора базовых украшений в продолжении выпуска. Ответить на вопрос, что такое базовый гардероб, участницы проекта «Модель Х» могут с легкостью. А вот с базовыми украшениями им только предстоит познакомиться. Что подразумевают под этим понятием, мы сейчас узнаем вместе с ними. Базовые украшения – это отчасти и украшения, которые соответствуют нашим пропорциям лица, которые соответствуют нашему цветотипу, волосам, глазам, цвету глаз. Но и также эти украшения должны соответствовать нашей индивидуальности. Поэтому базовые украшения изначально – это все то, что внутри вас. В зависимости от того, какой у вас тип внешности, и подбираются базовые украшения. Если у нас девушка яркая, скажем, активная, чаще всего это соответствует стилистике стиля драматик. То есть это люди, которые переживают активные эмоции, у них активный разнообразный ритм жизни. И при этом они очень часто любят что-то остроконечное, что-то авангардное, необычное из ряда, вон выходящее. При подборе украшений для такой же яркой внешности не забывайте, что вам нужно рассказать о ваших эмоциях. Как мы можем выразить ваши эмоции с помощью украшений? Это не обычные формы, да, авангардный некий дизайн. Обратите внимание, с помощью колец. Цепи один из самых популярных трендов предыдущего года, года нынешнего и, сразу же хочу отметить, и года следующего. Обратите внимание, чтобы ваша цепь очень долго была в вашем ювелирном гардеробе. Ее звенья должны быть правильной формы, без каких-либо вкраплений. Такие цепи чаще всего соответствуют определенному тренду. Например, либо сильно воздушное идет звено, либо очень маленькое. А здесь мы видим вариант как раз классического соединения. Такой вариант пригодится вам на многие годы. А теперь представим, что наша яркая, динамичная дама, скажем, руководитель, который занимает очень такой серьезный и важный пост, но при этом она необычная, харизматичная. Как ей выделить свой индивидуальный стиль с помощью украшений? Заметьте, мы подобрали для Ольги вариации из классических сочетаний украшений. Здесь у нас идут черные бусы, овальные, внутри них страусиное перо. Благодаря этому страусиным пером мы показываем как раз необычную натуру нашей Ольги. А теперь самое время послушать нашу лекцию самым романтичным и милым и очаровательным особам. Таким, как наша Людмила. Для того, чтобы подчеркнуть ее нежную кожу, ее длинную шею, красивый профиль, мы выбрали длинные серьги, которые идут в сочетании с классическим черным жемчугом и горным хрусталем. Это как раз таки соответствует ее легкому, нежному характеру и стилистике, которую она выбирает. Это романтичные тона, либо стилистика casual. Если вы такого же легкого и нежного темперамента, как наша Людмила, обратите внимание на приглушенные гаммы украшений. Также легкий и нежный дизайн, например, как в этом колье из длинных цепочек. Такие варианты и решения будут для вас базовыми. Чтобы было легче запомнить, мы сформулировали пять основных правил и ошибок при подборе украшений. Первое правило. Все аксессуары, которые вы используете в своем гардеробе, должны соответствовать вашему возрасту. Для статусной дамы неуместны будут дешевые серьги из недорогого пластика, яркой неоновой расцветки. И ничто, наоборот, так не старит молодую девушку, как золотые сережки ее мамы или бабушки по дизайну Советского Союза. Правило номер два. Выбранные вами аксессуары должны соответствовать размерам и форме вашей фигуры. Если женщина имеет плавные формы, то маленькие сережки или маленький клатч, наоборот, подчеркнет крупные размеры фигуры. Выбирая аксессуары, вы должны помнить, что для каждой капсулы мы выбираем аксессуары в определенном стиле. Например, если вы купили какое-то украшение на пляжах, будучи в отпуске, где-нибудь на пляжах Гоа, то не стоит пытаться по возвращению домой эти аксессуары внедрять в деловой офисный строгий дресс-код. Помните, что аксессуар является акцентом на ту часть тела, на которую вы ее помещаете. И выбранным аксессуаром можно с легкостью менять впечатление о своем типе фигуры и росте. Например, если у вас в арсенале есть яркая красная брошь, помещая эту брошь на плечо и соединяя эту брошь в комплекте одежды с красной обувью, вы максимально удлиняете свой рост, соответственно, вы будете выглядеть стройнее и выше. Помните, что аксессуары нельзя крепить на проблемные зоны. И выдрузить красную брошь в область пояса вы можете только тогда, когда вы являетесь обладательницей очень тонкой осеной талии. На этом модные практики и наше знакомство с девушками заканчивается. Впереди отработка всех знаний, разбор информации и, конечно же, самое главное – красочный финал проекта. В нашей сети Ювента каждая женщина может найти украшения для своей индивидуальности. У нас богатый выбор украшений из Италии – это муранское стекло. Несколько прекрасных брендов от поставщиков Артеболена, Энзо Бензо и Пиджи Муран уже известны в нашей стране. Также у нас огромный выбор бижутерии авторского направления – это Зиско, Голландия, Натюр Бижу Франция. Помимо этого можно встретить большой выбор бижутерии масс-маркета, самые трендовые, последние новинки. Также мы можем порадовать и мужчин прекрасным ассортиментом кожи-галантереи и часов. Наши салоны находятся в ТРК «Фокус» и ТРК «Урал», адреса Молдавская, 16 и Воровского, 6. Рады будем вас видеть! Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале Beauty Time TV. Подписывайтесь обязательно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Ну и, конечно же, пишите комментарии и ставьте лайки. На этом выпуск завершен. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok